Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Повсюду елки, праздничное настроение. А чего бы еще хотелось? Мне, к примеру, белого и пушистого снега. Кстати, МЧС предупреждает тем, кто собирается в горы. Там лавина опасна. Какой прогноз у синоптиков на сегодня? В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночи минус 4, плюс 1, в горах до 9 градусов мороза, а днем до 9 тепла и местами минус 1, плюс 4. Ночью на дорогах местами гололедится. В Черкесии без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночи минус 1, минус 3, а днем 7-9 градусов выше нуля. Карачаево-Черкесия и Дагестан имеют давние дружеские традиции. В последние годы отношения вышли на новый виток развития. Подробнее об этом рассказал представитель Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов. С ним встретилась шерифат Лепшокова. Сотрудничество между Дагестаном и Карачаево-Черкесией крепнет с каждым годом. И в этом немалая ваша заслуга. Вы как представитель правительства Дагестан в Карачаево-Черкесии уже 20 лет работаете над укреплением культурных связей. Нынешний год был непростым, но он отметился огромным количеством мероприятий. Расскажите об этом поподробнее. Да, это, как вы сказали, как вы отметили, мы в этой республике уже 20 лет. В 2001 году по нашей инициативе было подписано соглашение между правительствами Духбратских Республики Дагестан и Республики Карачаево-Черкесии. И в этом же году по нашей инициативе было подписано один из первых договоров о правительственных связях между городским округом Город-Деребент и Карачаевским городским округом. Почему мы именно начали с этих городов, потому что туризм, мы просто почитали, что туризм в Дагестане, в основном тогда был развит именно в городе Деребенте, а Карачаевской республике, туризм тогда был так развито именно в Карачаевском городском округе, ну, Теверда-Дамбай. По нашей инициативе тоже были подписаны договоры между Малой Карачаевской республикой Карачаево-Черкесии и Унсу Кузькой Реона Дагестана. Почему это Унсу Кузькой и Малой Карачаевской? Потому что в Малой Карачаевской ряоне поселки Первомайский похоронен сын имама Шамиля, а имама Шамиль был выходцем из Унсу Кузького. Мы согласовав с руководством этих двух районов, мы решили это и тоже был подписан такой договор, именно тоже малокарачаевское население Учхекен. В сентябре месяце именно благодаря вам, вашим коллегам, нам и было организовано в Карачаевском городском округе города Крут-Тиберда школе номер 2, в связи с столетиями образования республики Дагестанский АССР, было проведено мероприятие чисто связанное с Дагестаном, и культурное связи, чисто этнография и все это. Именно почему в школе номер 2 города Крут-Тиберда, потому что эта школа названа именно выходцем из Дагестана Магомедом Халилова. Магомед Халилов, он выходец из республики Дагестан, у него корни из Дагестана, Казбековская, он из селения Хубара, это его корни оттуда. Его отца корни? Да, его отца корни, да, его предки, ну, его были оттуда, да. И он, ну, мы все, ну, это, посоветовались со всеми, там, директором школы, директором школы тоже оказалась его племянницей, и мы с ней договорились, ну, и она очень, я ей очень благодарен, она нам очень-очень помогала, и было проведено очень хорошее мероприятие, буквально на днях это было организовано с помощью администрации Карачаевского городского округа, была организована выставка заслуженных художников республики Дагестан, это Мирислава Саидова, это мальчик глухонемой, но так рисует, это образно, и у него хорошие картинки, эта выставка была организована Карачаево-Черкесием государственном университете. Сотрудничество между Карачаево-Черкесией и Дагестаном набирает обороты с каждым годом все больше, и это не может не радовать, но хотелось бы узнать ваше мнение, как вы думаете, есть ли какие-то сферы, развитие которых могло бы благотворно повлиять на развитие обеих республик? Мы постоянно говорим о потенциале здесь, вот сейчас вы, наверное, знаете, что в Карачаево-Черкесской республике в основном строители этих высоких домов, жилых комплексов, строители из Дагестана работают, строят дома, прорабы из Дагестана работают здесь. Сейчас мы были вчера, допустим, в насыщении Красногорского Малого ГИСа. Там сейчас работает более 600 человек из Дагестана. Там работают, конечно, и карачаевцы, и даже из-за рубежа работают там люди. Буквально через два года страна будет отмечать столицы со дня рождения Расула Гамзатова. В Дагестане наверняка уже начали готовиться к этому дню. Хотелось бы у вас узнать, войдет ли Карачаево-Черкесия в символический маршрут этого празднования? Очень хороший такой правильный и нужный вопрос. Вы сейчас это затронули. Конечно, это уже в основном правительстве Республики Дагестан уже начали готовиться к этим мероприятиям. Уже расписано все расходы, все расписано. Именно, в первую очередь, на родине Расула Гамзатова, там, это Хунзас Курай, они, селение Цада, в самом Хунзахе очень грандиозные. В начале уже готовятся к строительству таких важных объектов и обновлению некоторых объектов. И по всей республике все это идет. И нам, представителям правительства Республики Дагестан, в субъектах Российской Федерации, тоже были уже заранее, уже полгода тому назад, уже нам дали поручения. И мы, эти поручения, которые нам были адресованы, мы, конечно, их переоценивали, мы их с ними познакомили, ознакомили руководство Карачао-Черкесии. Именно вот сейчас занимается министерство культуры Карачао-Черкесии. Карачао-Черкесии, я вам скажу, уже начали провести мероприятия по этому поводу. Мне уже звонили, даже мне отправляли видеофильмы, клипы, можно сказать, из колледжа искусств и культуры города Черкеска. Там они уже начали провести мероприятия по Расулу Гамзатова. Как Расулу Гамзатова, наверное, у нас, как в этой республике, наверное, не уважают. Здесь книжка народного поэта Дагестана, Расулу Гамзатова, это как самый ценный подарок здесь. Это, понимаете, когда мы, ну, мы тогда из фондов, у нас есть, ну, правительство, у нас есть склады, когда мы получали эти книги, когда мы здесь все раздавали и сами приобретали, потому что не успевали. Хочу под этим случаем выразить слава благодарности всем, кто так, именно вот, начиная с колледжа, вот, кончаясь, всех работников, всех сотрудников национальной библиотеки, библиотеки всей республики, всех, кто почитает, кто уважает, кто это читает, нашу уважаемую народный поэта Дагестана Расулу Гамзатова. Вам всем большое спасибо. Сегодня международный день виолончели. Кто не знает, так расскажу. Это струнно-смычковый инструмент. Обязательный участник симфонического оркестра и струнного ансамбля, обладающий богатой техникой исполнения. Благодаря своему сочному и певучему звучанию, зачастую исполняет солирующую партию. Виолончель широко используется, когда нужно выразить в музыке печаль, отчаяние или глубокую лирику. И в этом ей нет равных. С творчеством этого молодого талантливого юноши наши зрители еще мало знакомы. Его путь в профессию только начинается. Тем не менее, на сегодняшний день он является актером Карачаевского драматического театра, выступает на концертных площадках республики. Ему одинаково близки как актерская деятельность, так и певческое искусство. Причем его песенные репертуары весьма разножанровые. От рока до оперы. Зовут молодого артиста Рустам Юсупов. И в эти минуты в нашей студии Рустам расскажет мои соведущие Белли Джозаевой о том, каким он видит себя в искусстве. Они уже в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро, Рустам! Здравствуйте! Я сразу хочу тебя, знаешь, с чем поздравить? С телевизионным дебютом. Ты актер Карачаевского театра. Зрители Карачаевского театра тебя, конечно, знают. Но ты не просто актер, ты еще и певец. Начнем мы с того, что ты по профессии повар. Первая профессия – повар-кондитер. А вторая – инженер. Инженер-технолог. А как ты творчеством увлекся? Откуда такой резкий поворот? Ну, вообще, я пою с детства. Началось все с песен, так сказать. Я вот помню, я еще был совсем маленький, мне было года 4. Наша соседка, тетя Рашида, кстати, передаю ей большой привет, она подарила нам кассету. И на этой кассете были узбекские, турецкие песни. Такие романтические, да? Да, романтические. Там был такой исполнитель Рустам Махмудов. Он пел очень такую песню, я сразу так посмотрел. Впечатлился? Потом Таркана, я увидел Таркан, это вообще звезда мирового уровня. И потом как-то раз я на кассете, еще помните, вот такие кассеты были, магнитофоны. Я точно помню. Это был Николай Расторгуев. Это вообще на меня, этот человек, очень огромное впечатление произвел. И я еще увлекся... Да, ты говорил об этом. В общем, я знаю, что ты исполняешь все жанры музыкальные. Тебе нравится, у тебя широкий диапазон, насколько я видела, насколько я слышала. Это и рок, и эстрада, и даже опера. Ну, относительно недавно, кстати говоря. А вот ты не пробовал там народное, фольклорное? Пробовал. Я как раз сейчас плотно начал заниматься карачаево-балкарским фольклором. Мне очень нравятся песни, которые исполняет Омар Утаров. Да, это конечно. Уже покойный, к сожалению, Омар Утаров. Вот этот человек тоже легендарная личность, которая оставила свой след. И благодаря ему на сегодняшний день, я думаю, мы знаем про эти фольклоры. Очень странно, что такой молодой человек, тебе всего 23 года, знает Омара Утарова и знает его песни. Это, конечно, прекрасно. Это окружение. Мои дяди, тети, дедушка, бабушка, они всегда мне давали эти песни слушать. А что больше всего из этих направлений тебе нравится? Из певческих? Ну, я не смог бы, знаете, выделить какой-то определенный жанр. Но в последнее время меня очень сильно зацепила именно опера. И у меня это вызывает. Я раньше, даже стыдно признаться, у меня... Ну, вот я слышал опера, как бы, да, но я думал, что опера это... Учишься ты этому сейчас, да? Да, да, да. Я не представлял, что опера это... Так красиво. ...настолько, да. На данный момент я считаю, что если брать вокальный жанр этого опера, я думаю, на верхушке, так сказать, пирамиды стоит. Ну, она и самый сложный жанр, конечно. Ты участвуешь в конкурсах, в мероприятиях каких-то? Сейчас нет, но вообще все началось, если можно так расскажу. Я не думал, что я выйду на сцену. Хотя я мечтал об этом всю жизнь. Но я не думал, что вот так у меня получится, раз, выйти на сцену. Это вообще получилось так, что вот когда я учился в индустриальном технологическом колледже, вот тут у нас в Чешкесске по Октябрьской улице, я учился на повара-кондитера. Тогда три курса у меня было. И как-то раз я проходил мимо октавого зала, услышал, что там поют, зашел. А там у нас был наш преподаватель, в общем, мой учитель, можно сказать, самый первый, Иванченко Алексей. Он меня увидел, говорит, поешь, говорит. Вот просто ни с того ни с сего он на меня так посмотрел, поешь, говорит. Я говорю, ну, так, пою. Ну, спой, говорит, что-нибудь. Я вышел на сцену, круга песни спел, он так посмотрел на меня. Давай, говорит, вот эту песню, это было «Дарите женщинам цветы песни». Вот на 8 марта я ее исполнил. Он тот человек, который вообще мне сказал, да, тебе надо на сцену выходить. Вдохновил. Да, вдохновил. Ну, ты же и в государственной филармонии выступал. Да, и в филармонии. Вот как раз в это время меня пригласили в филармонию. Это была молодежная филармония «Голд Стар» проект был. У нас руководитель была Америна тогда, Фатима Китаева. Вот, в общем, они нам очень сильно помогали, очень о нас заботились. Прорубили нам дорогу к искусству. Про театр хотела бы у тебя спросить. Какие роли ты там исполняешь? Вот так сказать, я относительно недавно, вот я только-только... Начал работать? Начал работать, да. Нравится? Очень нравится. Мне всегда нравилось и актерское искусство, и... А ты определиться как-то сможешь? Я хочу, чтобы было что-то такое, чтобы я это мог совмещать. То есть у нас в театре, например, мы не только играем, но у нас еще и много песенных номеров. Вот в самой подсобке. Ну, то есть ты выбрал правильное место? Да. Вот сейчас мы, например, у нас спектакль «Карча». Вот, эту пьесу написала Дина Мамчуева. А режиссер у нас, главный режиссер Балкарского театра, Атмурзаев Магомед Маджидович. Вот он ставит у нас этот спектакль, очень... Человек нас очень сильно вдохновляет. Я первый день пришел такой, ну, на нервах. Сами понимаете, первый раз вообще вот в актерском ремесле себя пробую. И вот он мне так дал ощущение того, что вот получается. Давай, вот как правильно зайти в роль? Вот сейчас в спектакле «Карча» я играю одного из подвижников «Карчи» Науруза. Это очень героический персонаж со своей... Ну, он развивается, как бы вот его вся история. Вместе с «Карчой» он проходит через все преграды. И в конце концов они возвращаются с Крыма сюда, в «Карча» и обратно. И здесь, в общем, разворачиваются все события. И очень такой интересный персонаж он. Мне остается поблагодарить тебя за участие в нашей программе. И в первую очередь я тебе хочу пожелать творческих успехов. Ты в самом начале своего пути. Я вижу, ты человек очень-очень творческий. Спасибо. Я уверена, что у тебя все получится. Все. В общем, дерзай. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. 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 Кремлевская елка праздник подарит. Каждой семье в дом радость доставит. Кремлевская елка. Новогоднее представление. Трансляция из Государственного Кремлевского дворца. 31 декабря в 18.00. Только на телеканале «Карусель». Потолок ледяной, дверь скрипучая. У меня дома два тигра есть таких. Тигров мы на сцену были. Абсолютный мистер Икс. Я не знаю. Это был очень веселый Новый год, потому что мы праздновали его посреди этого села. Извинить январская вьюга, А ливни хлещут упруга. Весело, весело встретим Новый год. Карачаево-Черкесия, Мой родной чудесный край. Субтитры создавал DimaTorzok Это самый красивый праздник. Всю жизнь я мечтала одну игрушку оттуда сорвать. Войсковой запас у нас не иссяк. Будет очень весело. Всех нас волнует, что же нас ожидает. Я хочу развить эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не арония судьбы. Подарки. Ну, конечно, салаты. Если в веру, нормально, спасибо. Тик-ток часики идут, а стрелки носики бегут в страну поздравить с Новым годом. 27, 28 и 29 декабря встречаемся на телеканале «Россия» в 17.15. Субтитры подогнал «Симон»!